Где Ветхи днями воссел? Кто знает? Воссел Ветхи днями. Какая глава Даниила? Квартиру. там заложено заложила я тебя на Игорь да батюшка по-моему столько прочитал так, не помнишь ли ветхие днями воссел Даниила ветхие днями, так, это в начале в самом в самом начале, по-моему или третий или третий трех, я вижу или первый воссел в ветхие днями да, да, в оборудовании я спрошу, а почему это не говорить еще правильно? страшно видеть только попадись найди меня, я спрошу ааа или можно обратно сироткина ну, по алкогике кажется по алкогике вот она сироткина сироткина ну, вот ну, вот и чё пока это тоже тройки есть? молодец по двойке по двойке по колы Вот, там колыни ставятся. У нас вокруг дома там огород-то нечем городить. Здесь город-то нечем городить, но это как без колокольцев. Прошел? Да, восьмая. Так, седьмая. Нужно мне это сказать. Седьмая глава. Я сегодня уезжаю домой, и поэтому всех вас благодарю. Девятый сентябрь, я наконец-то поставлю на День Крестула. Помоги мне, моя трудно не будет. Ты сейчас послал же, да? Да, потому что мне батюшка дал задание, мне его надо. Ангел охранитель Иванович, помоги бы, отходи. Я с ребенком не пойду туда, если у вас есть тех, кто обитал. Вот эта лоха у нас, она какая-то заговоренная. Заходим. Драть и сестры, заходим. Сюда боятся все эти. Детки тоже заходим сюда. Один я, как богатыр, захожу сюда и сниму. Начинаем. Царю небесный, утешителю души истинный, и живи с детства, и все исполняй. Сокровище благих, и жизни подателю. Приди и селися вны, и очистены от всяких оскверны. И спаси блажей души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя, именем Господу нашего Иисуса Христова Спасителя. Прибудь с нами, благослови наше собрание, дабы мы всегда пребывали в истине Твоей. Тебя славу высылаем, Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и всегда и в веки веков. Аминь. Ну пока я не знаю, о болящих, кто информацию предоставил? Кто у нас вместо Трианта Зимы Кузнечных? У нас Надежда. Надежда. Надежда, наш компас землой. Надежда Александровна. Александровна. Алло, еще Надежда. Сама Татьяна Кузнечная благодарит всех за молитвы. Как ни спортишь, у нее все хорошо. Вы иди, звоните, не успокойтесь, у меня все хорошо. А у нее там с венами не очень хорошо. Там у нее воспаление вен и тромбы есть, поэтому это очень опасное дело. Так что продолжайте молиться, чтобы Господь ей... Это после операции еще, тем более часто бывают такие осложнения. Тромбоэмболия. Оторвался кусочек тромба. Батя из вены. Влетел в легочную артерию и буквально считанные минуты, мы все закончили. Подходите, мы успели. Анна Кузнечина, как бы, немножко ей легче стало. Сняли с нее памперсы, она снова-то немножко движется. Слава Богу и Любовь. Если кто хочет ей простить, то в субботу, в воскресенье там у них дома кто-то бывает. Ну и еще о болящих, Батюшка, я закончил, да? А, обоничь, да? Еще о болящих, значит, у нас в стационаре находится на лечении Владимир Пашченко. Ну, у него все более или менее благополучно. Болевой синдром прошел, то есть боли уже не беспокоят. Продолжает лечиться. И Нину Александровну Жолнирову тоже госпитализировали в отделении кардиологии в краевой больнице. Ну, у нее там проходит она обследование. Тот диагноз, который ей ставили в ребрике, вроде не подтвердили, но продолжает обследование. Ну, она только повеселела и в состоянии не покоя. Ну, в больнице продолжается карантин, поэтому свидания запрещены. Володе нельзя посидеть, да? Ну, его так вот можно увидеть, там передать, что это так. Нет, там разговорить нельзя с ними. Ну, с гриппом сейчас. Да, да. Я напомню всем, что наступающая седмица называется сырная седмица. Значит, сегодня последний день употребления сыра, мясной пищи. Значит, доедайте все мясо, колбасу. Ты скажешь, что здесь все съесть? Все. Так, следующее сплошное. То есть, в среду, пятницу поста нет. Можно употреблять яйца, рыбу и молочный продукт. Слава Богу. И следующее воскресенье называется прощенное воскресенье. Галя, подвинься, ты запечатала, пустая скамейка, и никто не... Они не хотят проходить, хотят здесь, в краю сидеть. Еще нет, ты не спрашивала, ты хочешь? Прошу. Прошу на воскресенье. Как обычно у нас это было, после литургии сразу мы вечерние и чин прощения. А вечером я узнаю, где будет чин прощения с ладыкой. Вот, теперь я там буду, и можете, кто желает, все приходить туда. Я потом... Накануне я узнаю у секретаря, где будет, в каком храме это будет. Обычно он бывает в Пахровском соборе. Но может это изменить в другом храме, может быть. Поэтому в субботу я скажу тогда, где будет чин прощения. Ну так, ко мне какие вопросы? Батяки... Иван Ульга Тихонович, вопрос. Никаких. Ульга Тихонович, вопрос. Вот это считали пропороть. Так, попрошу брата Игоря, прочитай это место. Почему этот проповедник не говорит об этом, а это важная часть. Ну я прочитал то, что было. Я не могу, почему он не сказал об этом. Ну прочитай в слове. Его нет живого, я ему вопрос не могу задать, почему он так прочитал. Ну мы должны знать. Ну если это неправильно, просто не принимайте себе это внимание. Ну хорошо, прочитай только. Ну прочитай, прочитай. Ну мы читаем книгу из Библии, книгу пророка Даниила. И начинаем читать ее с 9 стиха. Даниила там не приводится, я ошибся. Пророка Давида, вместо Давида я сказал Даниила. Потом я поправился. Так, считай слов. Ну как бы... Данииле там не было ни слова. Он не про это говорит. Как бы почему надо было это добавить еще. Ну я не знаю. Ну я прочитаю, чтобы народ знал. Не сдвинешь с места, прям удивительно. Видел я наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за излечение высокомерных слов, какие говорил рок-зверь, был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и прижимало до сожжения огнем. Вопрос в общем. Там, видите. Главное, река, для чего огненная, никто не толкует. Там есть у него другие беседы, о Брае и Абаде. Я взял кратенькое только. Это о суде, Божьем там заголовок был, о суде. Это о суде, судите. Ну о суде, там есть дальше еще продолжение, все же я не могу все прочитать. Может в следующий раз прочитаем, может быть там и есть даже это, я не знаю. Ну а потом праздники поднимаются на метр, на два, это ни один святой не говорит. Откуда взят? Что это такая заэтажность? Или взяты, или не взяты? Ну здесь вот говорится о том, что о славе. Слава не одинаковая, что разные говорят, слава у звезд. Так вот, неужели моя слава будет равна со славой апостола Павла? Да ну, это не справа. Мы не об этом речь ведем, выше и ниже подняты, конкретно уходят в сторону. Ну то есть слава другая будет слава. Нет, он поднят и будет восхищен на метр, на два, на три. Ну это образно, Боже говорит, образно так, это он. Это не образно, это выдумка. Добавка Слова Божьей есть ложь, а ложь говорит... Ну он не говорит, что это написано где-то в этом все так. Вот это уже его, он берет там 6,5,5,5. Все в Библии нет, о том и рассуждаем за того сговора. Нет этого нигде. Да мы часто рассуждаем за того, что нет в Библии. Мы рассуждаем такие рассуждения, ведем в другой раз, что и ни одна Библия не напишет этого. Это страшный суд. Ну говорит он вольно, да. Никаких мест писания не приводилось. Я тоже это... Ни святерцы никто не говорил, метр выше и проще. Ни один. Да там не только метр, там он сказал кто три тысячи, кто пять тысяч. То есть он говорит о славе. Какая будет слава, разному человеку будет слава. Что будет такая? Неужели слава кого-то будет равна с теми, кто претерпел мучение или сапостом? Ну там в конце, там в конце говорилось, что даже если праведник на пять приподнимется, он все время будет идти только вверх. То есть тут непонятно вообще. От славы в славу будет приходить. И там и написано дальше, от славы в славу. Это книга «Печаль сатаны» Мария Карелли. Вот так говорит, это выдумка. Ну, явно, что... Восвященный на облака, все на этом кончилось. Да. В общем, сантиметры мерят. Да не надо мерить. Ну, если это даже, допустим, он выдумал, ну, прошу, как это повлияет на ваше это что-то? Главное, это говорить, что будет страшно, но в страшном суде, а то на метр или на полтора метра поднялось. Смотрите, я скажу, вот Сперидон Тревифунский. У него трифилии, родные, оба канонизированные. И тот вышел и сказал, возьми постель. Он сразу вышел, а что вышел? Ты как смог переменить? Там написано «Одер», зачем ты переменил? Вот как смотрели святые. Буквы одной, говорит, дороже неба и земли. А нам нужны нет, он говорил, думал. А славя-то одно, а другое дело восхищение. Я говорю, не пустое. Чтоб страх Божий был к Библии относились. Ну, святые многие, святой он святой, всего здесь церковь посылает святой. Он даже, мать пришла к нему, на мать даже смотреть и не подходи ко мне, матери. Ну, что это? Подвиг-то, вот пришла бы мать к тебе, и ты скажи, подходи ко мне, я в такой святости не нахожусь, что ты должна, даже мать ко мне, разговаривать нельзя со мной. Это житие святого тоже. Это Семен Стопников, но тут суд Божий. Игнатий Тихонович, мы на том, в том, это, читали о ангелах тоже. И вот, как говорил, вот, блаженный Феофилак, написано, что у каждого человека есть ангел. Только у праведников он может предстоять пред Богом, а у грешников он стоит и плачет, потому что не может за него. А этот румынский сказал, что вообще нет у них ни у кого, только у одного селения какого-то там, и все. Нет, который не христиан, у христианина у каждого есть. А блаженный Феофилак, вот тут вот мы читали, говорит, вообще у каждого человека есть, у каждого ангела. Только у праведников, те, которые в Бога верят, у них пред лицом Бога. Ну ладно, еще какие вопросы есть? Так что, ну, тут, знаете, если вы все тогда рассматриваете. Ну, это в этом конца не будет. Ну, конечно. Это начнем долго будет. Никаких нет ко мне вопросов. Батюшка, расскажите о потеряйке. О потеряйке, что ты сказал? Как там уже весна чувствуется? Весна чувствуется, когда я дома. Натоплю 2 метра угля. Ну, то чувствуется. Весна. Все капает. Нет, ну, капели там, как солнце. Ну, капель немножко есть, капель, но у нас на дорогах грязи нету. Нету грязи. Чисто, как у вас. У вас какая-то здесь пройдет грязь, везет. Грязище, как говорите. У нас все это чисто, беленько, аккуратно все. Ну, скажем, все, святое место. Святое место. Благодарно. Ясно. Все копаются с крыши, снег там может сбрасывать. Смотрю, напротив меня дьякон снег сбрасывает. Я еще не решался на крышу залазить, тоже надо сбрасывать. Вот. Там надо пруды сейчас снять, про это. А снега много, а копать некому. Все убогие и больные. У кого спину перехватило, у кого другое что-то перехватило. Там барабаш заболел сильно, что-то температура кашляет. И все там это, но и остальные все не лучше. Молодые ребята там взять, и оси, да все со спинами, у всех спины сорваны. Ходят, как старики сождулись, и ничего тяжелого нельзя поднять и прочее. Ну вот, самый здоровый яд потеряете. Слава Богу, каждый день больше за Вас. Ну, так это вещь, здорово. Мне рассказывали, как говорили, сон какой я видел, я рассказывали. Нет вам? Нет. Ну и, а он сон такой, что, как можно растолковать сон? Сон такой, что я когда ложусь спать дома, плю, ну и одеял где-то это, и холодный воздух поддувает, то я подворачиваю, то там ноги под него и под ноги, чтобы завернулось, а то спишь, и ноги оголятся, и холодно. Я сплю и вижу, что холодно, меня сбоку поддувает там это где-то. И я, как бы, подвернуть и не могу. И вдруг, слышу, кто-то так аккуратно подворачивает мне ноги и сбоку, и говорит, спишь у ночи, сейчас тебе тепло будет, хорошо. Я понял, что это мамка, голос ее, ее я не видел. Но вот это ощущение было, что это мать. Но я, наверное, проснулся тогда, помолился немножко, обратно уснул. Вот он рассказывает сестре, это, наверное, мамка тебя зовет к себе. Вот так вот. Звоню другой сестре, говорю, вот такой сон видел. О, так это, говорит, очень хороший сон. Ну, что, это, значит, мамка тебе молится, говорит, чтобы ты здоровый был, и подольше, значит, прожил, ты нужен здесь. Я говорю, надо же как. Спи спокойно. Один сон и спокойно. И расталкивать можно так и так. Видишь, значит, она зовет, это, говорит, знаете, это хора. Она говорит, это сон, значит, смерть. Я говорю, нет, это долгая жизнь. Ну, батюшка, как считаете, снежка хватит уже для того, чтобы нормально был урожай-то? А урожай, это только не у меня спрашивают. А, непонятно, да, значит. Это спрашивают того, кто дает это. А он дает и ранний, и поздний дождь. И вот. Сейчас может быть много, а может до осени ни одного дождя не быть. И эта влага, она через месяц уже и не будет. Да что там говорить, да. Вот и все, поэтому... Ну, я как бы так, прикидочно, знаете, есть такие старые поверья, там, приметочки всякие, там, народные. Дождь и гром, это раньше так говорили. Нам, говорят, тогда и не нужен агроном. Ну, сука, видите. Такая была пособие. То есть, если вовремя будет, это Господь дашь, значит, будет. Мы молимся об этом, чтобы Господь дал плоды добрые, растворение воздухов. Если бы не было растворения воздухов, вы бы здесь задохнулись бы за три дня в городе. Если бы вообще не было бы воздуха, не двигался, не было бы ветра. А смог, вот, когда приехал я в город, и такой был, смог прям идет. Я еще только с вокзала вышел, сразу закашлял. Пока шел до остановки, все время кашлял, прям душит. А корреспондент был у нас как-то один, я сейчас не помню, кто был. И он написал статью. Логинов Олег. Логинов Олег, значит. Я был там, такой воздух, и я когда приехал в город, то я старался не выдыхать этот воздух. Сколько же он забрал этот воздух? Себе что-то. На этом воздух заняты пели, корреспондентам. А не могут так, а? Написать, что там и воздух такой. Воздухом торгуют. Я слышал, читал, что в Японии, там торгуют воздухом, там стоят автоматы на улице, как у нас газировку продавали. Ты подошел, а каким воздухом? Сосновым. Бросаешь монетку, надеваешь там этот, и дышишь сосновым воздухом. Березовым, пожалуйста, березовым, там, каким, сиреневым? Сиреневым. Морским там воздухом. Там насколько вдохов там. С теплым воздухом, все. Ну, что, подмешали, это все сегодня возможно. Поэтому можно даже и воздухом торговать. Зачем мне так принять? Вот так все. Благополучно пока. Пока нет особых работ. Ну, вот барабаш заболел, там уже готовится к севу, уже там технику. Смотрю, там что-то уже стучит немножко, когда был, дорогой. Урожай весь еще лежит прошлого года, еще нисколько не продано. Сейчас вот дорогу надо делать. Будет дорога, тогда надо продавать. Весь у него еще лежит. Ну, а так все. Больше ничего нет. Так мы все. В зоне молимся. В среду у нас, каждую среду, мы вечером собираемся. В 4 часа у нас с Акафис. Кому-то молимся с Акафисом. Ну, и там небольшие читалия поучения. Вот и все. В среду, в вечер. Ну, и в субботу, в воскресенье собираемся. Вот и все. Так больше ничего и нет. Ну, если все, тогда занимайтесь. Давай и говорим. Еще будем. И дайте. Оболечим. Так, объявление будет всем. Попотеряйте. Пять прудов, и которые далеко. Там два на место прорубить. Хотя бы узенькую траншейку. Водей дать направление. Значит, все пруды водой снесут. Застыла, вода идет поверху. Дать направление. Все годы в колхозе у нас копали. Даже трактор загоняли. Кто может поехать? В момент, когда оттуда сообщат, скажут, вода уже вот-вот пойдет. И хотя бы человека три туда поехало. Ну? На поезд. Черт. Ну, кто поезд, все работает. Ну, по порядку не едет. Это ты мог бы? Я занят. Кто не занят? Сергей Радышевский зашел. Кто дрова наполит по воду? Все заняты. Не хованят, а опять я один. И пошел. А я вчера стирал сколько снега. Это два мужа пруда было освободить. Ну, вот и приезжай тогда ты. Некому голубей кошек кормить. Вот опять. Хотел от мамы поклон передать. Значит, она сейчас готовится к химии. У нее две недели, скажи, отдыхает. И хотел о себе сказать. В общем, короче, сколько веревочки не видится. Я встал. Поставили меня на очередь на протезирование левого колена. Короче, у меня полностью стерлось левое колено. Ну, в общем, это на все повлияло. На полностью, на все мое здоровье. Ну, мне, скорее всего, дадут, конечно, инвалидность. Все. Так что я... Ну, не знаю, насколько это там... Говорят, что очень хорошо делают у нас здесь эти протезы. Ну, насколько они заменяют настоящие там суставы, это уже... Да, фидеральная цепь. Да, ну, можно долго простоять. Ну, помолитесь, я поэтому и говорю вам, чтобы кто-то дольше стоит, а кто-то, может, меньше. Да, в принципе, пока ничего, пока он с братом занимается. Еще у кого слово, просьба, благодарение? Когда тебе хочу? Ну, потому что батюшка говорил, я говорю, посмотрите, кто может от работы, оторваться? Два-три дня. Ну, надо просто поехать. Там не может, там больной, ну, кто? Володя нету, его бы раньше отпустил. В прошлый раз я говорил, кому нужна голубейная помета, какую-то тару принесите, мешок, и кто принес? Ну, вот выйдешь на улицу. Володя придет, мы начнем чистить. Дальше, не знаю, наверное, до зимы прокопать надо будет, если это ванны накрутить, сами что брали. Вот сегодня один ролик высвятый, Роман Поговничев. И говорит, посмотрите, дайте рецензию, все ли правильно. Я посмотрел, а там его и нету, а там мое, все. Такие люди сейчас ставят ролики, все, что я говорил, на кого ссылался, все, ну, как будто бы сделал. Поблагодарить Бога только, чтобы. Я говорю, как раз моя рука там была и с тобой, чтобы через других людей истина распространялась. А речь идет именно о священстве. Не бросать церковь. Сегодня весь эфир переполнен не просто презрением великим, не ненавистью, а презрением к церкви. Вот, допустим, сто человек, а я не хожу в церковь, а я верующий в крестницу. А почему не ходишь? Да, на этот город только есть, там эти священники на таких лимузинах, гоняют там сто человек, из ста ни одного нету. Сто процентов неходящих падает на священство. Это ужасно. Иоанн Заталус говорит, одна душа погибнет по твоей небрежности, неумышленной. О, священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться, ибо за ней умер Христос. И вот дают данные какие. У нас сейчас в патриархии 50 семинарий, 18 тысяч студентов. То есть 18 тысяч священников через 4 года нового появляются. 18-18. Теперь, вот я говорю, что уже в Зветинском монастыре ежемесячно отстегивает патриархию 5-10 миллионов. С одного монастыря, ну, говорит, который поменьше на Урале, там, говорит, от полмиллиона до миллиона. Ежемесячно. Это как понимать? Это я знаю абсолютно точно. Отец Павел здесь 6 приходов было, и сколько требовали, хоть машину продавай, только рассчитайся, иначе я тебя уберу. Если платит сколько надо, никогда его не коснуться. Меня спрашивают, повторяйте, хоть один архиерей есть сейчас, который не дай, 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 а мог бы давать где-то. Я говорю, я знал такого. И что, живой он сейчас? Живой. Живет в бедности. У нас, говорю, 13 лет был епископом. Евтихий, Курочкин. Абсолютно бессеребренный. Он никогда, нигде ничего не требовал, даже село надо было, чтобы носки-то на нем заменить. Молитесь и благодарите Бога, что пример он оставил в этом деле. Священники в семинаре принимают от 18 до 35 лет. Вот в это время из них таких делаю. И он там где был, я говорю, думал, в самом последнем моменте. Дают плохой приход. Ты можешь для архиере отстегнуть 5 миллионов? Он говорит, я только квартиру в Москве продаю. Но я квартиру как продам? Где я буду? Священник года ты вернешь себе. Речь только о деньгах, о людях вообще нету. Андрей Кураев говорит, было время, когда ненавидели люди, и так проще, но презрение церковь никогда не было. Были враги, гнали, убивали, но что в таком презрении, как сейчас, никогда не было. Но у меня поступили сведения такие, что все-таки нас в покое не оставляют, именно патриаршие. Будто бы достоверно давали, источник очень нужен, чтобы мы дали им нашу регистрацию. Я говорю, а какое они отношение имеют? Над нами патриарх при власти. Это втягивание, всасывание вакуума. Это никогда, нигде. Я предупредил секретаря, никаких документов, а ну да, я не имею права давать и весь сказ, и вы это знаете. Перерегистрацию в прошлом году, кажется, позапрошлом году прошли, мы сразу выдали против яровой закон, все, прошли курс, пищать стоит, пожалуйста, мы раздаем. Нам очень легко это делать. И молитесь, чтобы Бог нас сохранил. Не надо думать, что я буду делать, и у меня одни друзья. Горе вам, когда все о вас говорят хорошо. Господь говорит, гнали меня, буду гнать и вас. Это определенно. Но мы должны все нести и выдержать. Так, Виктор Андреевич, я вам кое-что скажу. Это что мне известно, и с чем я согласен. Человек сам в себе, потому что не было же этих краевых больниц, живет человек где-то как этой, лыховы, но что-то где-то не ладится, все равно бывает, обжег, там, или что-то. В человеке вся аптека. Вот пальцы лопаются, где-то там, картошка, конечно, бывает, репается пальцы. Достань из уха, серу и замажь, заклей это дело, но обмотай, чтобы не выпало, все. Если обжег руку, самое лучшее средство сопли. Это не надо. Если ранка какая, помочись. Это, я в жизни этим пользовался, и скажу, стопроцентная гарантия. А сейчас вышел ролик, киллеры, врачи, как расследование шло и прочее. Пошел в работу везде, в аэрофлоте, там прекрасно, но сказали на другую работу, на диспетчера, надо пройти комиссию, он пошел. Намешали порошок, дали выпить. Она ждет, ее уже нет, нигде на втором ленте, как в морге нашли. За 40 километров от Москвы, в лесу брошены. Зачем он, муж попал туда? Все показало, что он не убитый был. Еще один человек пошел, здоровый, точно так же, третий, около 10 человек. Оказывается, доктор рвется к власти, ему надо какие-то порошки испытывать, ну как, босфинцевы испытывали. И он дает, образует тромб, который лаборант, она ему помогает, любовница. И все показано, раскиданно как. Тромб, попробуй докажи, еще нет. Поэтому лишние порошки не пейте, я к чему веду. Относительно язвы. Только прошу не смеяться. Мне пришлось считать латинскую медицину и говорит, такой состав, из чего делать, другой предпочтет болеть, чем вылечиться. На состав, состав определенный процент обыкновенных вшей и клопов. Это Южная Америка, Бразилия, и люди испокон в руку оплещатся. От язвы в желудке, я слышал, но опыта нет. Человек говорил, что он вылечился. Даже неудобно говорить. Выжимки из конского навоза, я не знаю, какой процент разводят, язву затягивают в самом быстром способе. А что может, ну вполне. Так у нас это потеряет, к этой лечению. Мать, мне замазала. Ну, конский навоз свежий, выжимай, с соком. Ну, что, Володя, то привезите. Я имею в виду, что желудок лечить, шутер принимать, он не язва затянется. Поскольку, чего пить, я не знаю. Мне однажды сказали делать такое-то, то ли язва, то ли болезнь. А отец этим был, кровь ходил. Значит, дудовная квартира, квартира, это крапива, дальше, подорожник, репей, в равной пропорции, сок выжит. И вот сколько всего есть, столько свежего меда. Ну, никто не сказал, сколько пить-то, там, оказывается, наперсок надо. Я пришел, отсюда полстакана сразу. Полстакана. Ну, тут все нормально, такая компонента состоит. Все, больше ни разу у него не было. А вот какое-то кино было, там, эти, советские там, в Афганистане, захватили американского офицера. Но он был раненый. У него, по-моему, нога была ранена. Они его тащили. Нужно было его доставить. Где-то. А уже закончил, уже не надо. Ну, они-то не знают, и приказ. И у него началась такая гангрена. И они что взяли? Взяли фляжку и ему, давай, мочись его в фляжку. И его, он, да нет, пей, иначе ты, за три дня помрешь. И его насильно стали поить этим. И он остался живой. Фильм Сармат оттуда. А наша бабушка, 96 лет прожила, материна, мать. На огороде. Это еще был пацаном, там, на Карповке жили. Ну, морковку обрезаем, лук где-то в огороде осень. И, но сорвался, порезал, прям рано. Ой, бабушка, она дает. Она берет землю, разотрет, ранку, вот так вот, землю этой, замажет. И дальше. Сейчас скажут, столбняк. Никакой столбняк, уже потеряет. Ей уже было 90 лет. Она девки, Марфа, вы видите, она говорит, что же я буду дома-то лежать? Ее приведут, она ляжет на грядке, ей подносят морковку там, она обрезает, порезала, она тут же берет опять, фу-фу, землю разотрет, ранку затрет, и все. Никогда не было ни... Так, маленькие события у меня было. На нас болитва это делала. Оружие у меня потерялось, внезапно. Я стал припоминать, щетки, где, ну, получилось, я ночью вставал, а потом уже, я колоплиты был, ну, не мог я уронить туда, на плиту, или что-то срочную, нет, кошки были заняты, все перебрали, Володя помогал, полез в погреб, все везде перескали, нигде нету, но котик боловной, ключи положил сегодня, вышел минут на пять, пришел, ключа нету. Он его уронил, прогнал в другую комнату, и в дырку, когда ходит погреб. Да ладно, недалеко-то. Один ключ потерялся, от склада нигде нету. Воспитание. Я потерял, и в прошлый раз здесь, в занятиях, я сказал, у кого есть четкий лестовок, вот Михаил Петрович мне принес, очень хорошее, все, ну, прошло немного времени, Володя стал перебирать одежду, где я лежу, и там за кровать, и там всякая одежда лежит, и там нашел мои законные, вот они. Так, Михаил Петрович, я могу это дать? А мне не надо. Ты что, совсем отдал их? Да. Ну, спаси Христос, я ему сказал, я буду молиться за тебя, каждый раз как братья, тут сестра одна сидит, тогда и мою возьмите, я не могу на две руки это. Это вот маленькие, как будто события, второе хотел показать. Вот сегодня принесли из Святого Евангелия, вы для себя иметь, я тут ничего не поправлю, что изображено? Ну, якобы крест. Ну, какой крест? Куча, это железо, посмотрите на Покровском соборе, зачем это, кто делает? Крест должен быть какой? Вот, посмотри, четырех, конечно, шести, конечно. Кто наворотил это? Кто? На каждом балдашнике, на кружке, из этого железа, там, посмотри, у креста сколько? Самое больше восемь, а там шестнадцать концов, у креста. И притом делают так, а так широкий, а который к центру идет, поуже. Это гитлеровский крест, которым награждали за большие заслуги. Железный крест. Железный крест. Даже в этом, в простом, и все подмена идет. И сейчас тоже, это, российские кресты, тоже стилизованные, такие же, только тут вверх круглый. Так, хотел отметить, как бы из круга, у меня такое дело было. Непростые кресты, вот как георгиевские, сейчас, с таким полукругом, вот так вот. Так, я закончу, сейчас мысль дайду. Как много людей у Бога добрых. Помните, когда отец Арсений, там, холодильник этого держали, и вдруг увидел, огоньки везде загораются. Вот на этой неделе меня возили на машине, где-то что-то там ставят, квартиры, которые у меня там было, я сказал, отдайте ее. Ну, одному беспортирному отдают. И куда не приедешь, там в очереди или как-то. Ну, люди настолько расположены. А Надежда Васильевна набрала Евангелие и везде раздает. Ну, вот у меня один тут пришел, я ему говорю, телефон два года не работает, нет, цифру нельзя набрать. А ко мне работает. Они записали себе, привезли новый модем поставили, и теперь я вот, сколько, уже три дня, никакого прорыва, нормально все работает. Люди, верующие, неверующие не знают, но я позвонил, узнал имя, там давай молиться. Это на этой неделе, я только еще раз нашел подтверждение, что делает Господь Бог. И еще, вчера один ролик увидел, ну, просто надо сказать. Вот это кто сидит передо мной прямо? Все дело? Аллега Пантелейна. Это твой зять. Он перешел грани, за которой возврата нету. Какие богохульные, он говорит, слова, нашел в человеке. Я батюшке показал, батюшку, ну, это определенно уже. Так у них нет, жертв за грех, много страшного состояния. Учит людей нравственной жизни, как жить с женами. Изменник. Его бросил в православие, его крестный ход, его выдвали оттуда, или дегтым решили все перемазать. Блудник. Геретик. У ваптистов не задержался, нигде свое организует где-то. И другой такой же на меня нападает, скажу, синистки. Один к одному. И оба Александра. Александр, это Саша. Я смотрю на это. Вчера как раз выставили. Я даже не мог дослушать. Все монахи до одного блудники. Священники все демонические. Вообще совершенно. Бывает. Где-то недостаток. Сказал подправить. А у него этого нету. Богохульство. Молиться нельзя. Я молился до этого. Сегодняшний день нет. Это грань, где Бог может наказать. Прокерт, кто меч Господень удержит от крови. 48-10. Это редкий случай такой. И он, ну, когда нападал. А вы знаете, что время вот там озеро около монастыря. Там трупиками абортов все дно было усеяно. В монастыре трупиками. Когда ни одна монахиня нигде не выходит. А во-вторых, трупик не лежит на ней, а плавает. Да если бы это был, тут бы подняли еще в городе. Это было-то. То есть, он совершенно безумный. Из безумней шутбезумный. Вот это редкий момент. Почему был здесь. Он защищался, ходил вместе. И кровь, святыня, все попрал абсолютно. Будьте внимательны. Немножко отступил. Дальше оснований уже нет. Опереться не на что. Пошел к баптистам и там вышел. Опять тоже нажал щупать чужих жен. Ну и дальше все пошло. А теперь не кого? Я один. Евангельский христианин. Нашел там. Один раньше был Пашков. Ну, правда, он тут блогик был. Такого ты и нашел. Это он говорит сам. Вот так, чтобы нельзя молиться, кажется, у меня первый случай такой в жизни. Прямо говорит, я перешел грань и жертву за грех для меня нету. Но некое страшное ожидание огня готова пожрать противника. Постанье к евреям. Все. Пашки, подожди. Зарешаем? Не глухой. Говорите, не глухой. Попрошу помолиться. О ком? Одна женщина у нас в больнице лежит. Я ее отнесла к истинному православию. Она его читает. Забудь ее Светлана. Я ее давно знаю. Она была такая деятельная коммунистка. Там все такое. А вот сейчас она на Дре болезни находится. У нее онкология. И вот уже вторичная операция. И вот я сроду бы не подумала. Но вот она этим заинтересовалась. И сейчас вот трудится над собой. Много читает, занимается. Поэтому помолитесь. Светлана. А укрепление? Она вроде там она крещеная. Я не выясняла подробности. Но я ей дала материалы о крещении. Ну все там. Она вот это все прочитала. Пусть теперь узнает как она крещеная и какое покаяние. И еще по работе по моей. Очередной раз прошу помолиться. У нас еще хуже стало. То есть у нас сотрудник уволился. У нас сейчас даже нету заведующего. Потому что заведующего перевели в дежуранты. И мы все вот просто дежурим. И если сейчас у нас еще одна там пенсионерка уйдет. Ну вообще просто. Я не знаю. Или нас всех расформируют. Или я без работы санкс. Или мне вот уже в другом месте работу искать. Ну как-то, чтобы с работой все устроилось. Не знаю. Где лучше. Достойно есть околу истину. Блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Керубим, и славнейшую без сравнения с Терафим. Безысления Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников от внутренних распред беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Тебя краснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави досуды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед присолом благодати Твоей, Владыкой. Мы умоляем Тебя, Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. О, всемогущий Создатель, услыши, прими и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный наш Господь, Отец Небесный и любящий, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам, молите о них. Спаси их и помилуй, Владыка. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши, раб Твой, голос Твой. Аминь. Батюшка мне сказал, вот ты поезжай. Значит, это батюшкино слово, я постараюсь выполнить. Мне нужны помощники. Володя не может, а я могу. Смотри, сколько раскидал, какие пущи. Ну, батюшка сказал, я выполню это. Разберите холодильник, пожалуйста. Там годами стоит уже никому. Я вчера хотел взять варенье, морщик сделать. Ни с одной нельзя. Во всех банках заплесневало, по банке варенье заплесневало, кислющее, кислое. И стоять. Ну, очистите там. Там годами стоит, никому не нужно. Поставить, что приехал Надень, взял сметану, некуда поставить. Там все запитано. Все испорчено. Там просто в холодильник вывалите все. Ну, разберите. Сделайте. А то, что пошли, в земле, в холодильник для тебя был куплен. Вот ошибка-то, что на улице. Не, ну, поставили там то, что надо. А не надо, никому не надо, кроме сохранить пара-свара. Вытащить все. Замок повезет. Для этого не было бы. Убрать все, выщить эти горши, туда не заходить. В холодильник, батюшкин. Все на этом. Он обшлащивает его. Ничего не ставит. Хорошо слышали? Все. Ошибка выпрямлена. Вот я тебе сказал, задача. Помолюсь. Надо, чтобы не кажется, а рядом сохранить дождь. Вот такими. Вот так безумно. Что было сделать? Сар, мне пришлось. Вот 100 грамм. Вот 150 грамм. Все, пока. За. Благодарю.